17 февраля 2024 на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что за пределами ЕС страна нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 мм. Для закупки этих боеприпасов требуется финансирование. По данным Financial Times речь идет о полутора миллиардах долларов. На пресс-конференции по поддержке Украины в Париже премьер-министр Чехии Петр Фиауа сообщил, что уже 15 стран поддержали инициативу, в том числе Бельгия, Нидерланды, Литва и Франция. В Прагу Эммануэль Макрон приехал, чтобы согласовать действия с союзниками, сообщает агентство Францпресс. «Мы, безусловно, приближаемся к тому моменту, когда в Европе будет уместно не быть трусом. Мы никогда не хотим видеть трагедии, которые происходят. Мы никогда не хотим видеть, что поставлено на карту. И я верю, что наши две страны осознают, что происходит в Европе, что война вернулась на нашу землю, что силы, ставшие неудержимыми с каждым днем, увеличивают угрозу для нас». С начала полномасштабного вторжения России в Украину Париж передал Киеву военной техники на более чем 2,5 миллиарда евро, сообщили в Министерстве обороны Франции. С 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 Франция отправила в Украину более миллиона патронов к стрелковому оружию. 288 бронеавтомобилей, 160 беспилотников, 50 артиллерийских установок и 9 противовоздушных комплексов. ЗРК, Краталин-Джи, Мистраль и Сампти. Что касается ракет Краталь, Астра и Скальп, то их количество засекречено. Кроме того, на территории Франции и Польши при поддержке Парижа прошли обучение около 10 тысяч украинских солдат. Сейчас состязание между Германией и Францией в сфере безопасности. На самом деле, я считаю, что это полезно, абсолютно полезно и Западной Европе, и в целом системе безопасности на европейском континенте. Я думаю, что Украина могла бы здесь сыграть свою ключевую роль, и мы должны из этого момента, из этой конкуренции выжать для себя максимум. Евросоюз должен стать более смелым и амбициозным в отношении Украины, согласен с президентом Франции, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. По его словам, сейчас Макрон меняет парадигму поддержки Киева. Заявление Макрона о том, что он может рассмотреть возможность отправки войск в Украину, было изменением парадигмы. Это показывает, что важность победы Украины дошла до западных политиков, которые принимают решения, и они готовы сделать больше. Маргус Цахна, министр иностранных дел Эстонии, в комментарии ИРР. Президент по-своему Франции борется за лидерство в Европе в этом смысле. Он как бы неоднозначно говорит, ну и надо подкреплять безусловные действиями. И одно из этих, на мой взгляд, явилось то, что он поднял вопрос о войсках на территории Украины. Следующий момент надо оценить, а в каком виде войска, какие именно и как планируется. Как любое начало, оно очень непростое, но очень важно. Франция также продолжает оказывать Украине гуманитарную и экономическую помощь в восстановлении населенных пунктов, пострадавших от обстрелов российской армией. 4 марта 2024 года Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписало меморандум с французским агентством международного технического сотрудничества «Экспертиз Франц». Компания обеспечит всестороннюю поддержку восстановления Черниговской области, рассказал гендиректор агентства Жереми Пелье. Также Франция готовит проект восстановления памятников культуры в Одессе. Никита Скобликов для телеканала Freedom.